Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Евгению Васильевичу Отрадному 61 год. И вот уже два десятка лет он безотрадно и вынужденно живет в этом бараке. Условия в доме 48-го года постройки комфортными никак не назовешь. Тряпками там. Внизу вообще труба делана. Я одеяло целое затолкал, чтобы нет она. Послевоенные бараки еле держатся. По стенам стяжки. И в таких условиях сотни жителей в Амзи живут в ожидании расселения. Но уже который год их кормят только обещаниями. Вкладывать деньги в ремонт квартир жители опасаются. Но в то же время жить в нечеловеческих условиях устали. Половодье пойдет, все это хана, нас затопит просто. Нас затопит, нас блохи съедят. Я сколько раз уже говорила, дети у меня маленькие. Мы сделали более-менее за счет материнского капитала, чтобы жить можно было. Куда только они обращались. Администрация наша вообще наклевала на нас. Я уже Путину написала позавчера. Просто вышла на блоки и написала. Потому что это крик души. На нас никто внимания не обращает. Когда прибыла Уфимская комиссия, здесь архитектор посмотрел и сказал, что дом полтора года, если простоит, в нем невозможно больше жить. Железная дорога, она просто раздолбила ее уже. Все. Я говорю, какие сроки? Нам говорят, если у нас совершить постановление нет. Чтобы не рухнуть вот этим шумерам. А, вот этого поставили, да? Да не мы тут, а не. Ну, я поняла. Нужно посмотреть, знаете, на стяжках он стоит, а с той стороны вылезла грыжа. Полностью грыжа, вышла стена полностью. Людям обещают, потерпеть нужно еще немного. Документы готовы и ждут лишь одобрения в республике. И люди верят и строят планы. Ну, дадут, дадут. И здесь буду жить. Я-то здесь хочу жить, потому что тут рядом речка, я считаю, что. Пенсионерам что надо? Удочку в зубы дали вперед. Ну, а если в городе дадут, что будете делать? Не, обменяюсь. Запросто же можно. Многие же отсюда хотят туда уехать. Кто там работает, молодежь особо. Вот и все. Такие у нас женой планы на. Перебраться в город мечтают все жители бараков без исключения. В Амзе работы молодым нет. Да и жилье в городе стоит дороже. Хотели бы расселиться. Здесь в Амзе жить остаться? Нет, в городе. Ну, 4 года где-нибудь 5 лет там пожить. И может сюда обратно вернуться потом. Зачем? Ну, дом где-нибудь купить свой. И там, чтобы квартира была. Одна комната хотя бы. И здесь надо купить дом свой. Но мечтам, пожалуй, не сбыться. 15 апреля появилось постановление правительства и республики. В списке будущих переселенцев нефтекамских домов нет. Ни одного. Есть Уфа, есть Мелиус и Сибай. Послевоенные амзинские бараки посчитали вполне пригодными для жизни. Исполнение мечты о выгодных вариантах обмена будущих домов отложились на неопределенный срок. Лилия Гарифулина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова